Здравствуйте друзья, в этом видео я продолжу разбирать тему управления адресными светодиодами. Напомню, такие диоды могут управляться по отдельности. То есть, в один момент времени на одном светильнике часть диодов может светиться, а часть не светится, и каждому может быть присвоен свой цвет, что дает возможность использовать множество визуальных эффектов. Я уже делал целый ряд видео, в которых подробно разбирал и создание, и прошивку, и управление адресными диодами, в том числе в Home Assistant через Telegram Bot. Недавно вышел урок по созданию светильника с светодиодными кольцами, все ссылки вы найдете в описании. А сегодня мы с вами поговорим о специальной версии прошивки VLED, которая может работать с микрофонами, и рассмотрим простой и бюджетный вариант такого микрофона в сочетании с контроллером ESP32 vroom. Перед тем как мы начнем традиционно, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, интересующихся темы умного дома, и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше. Сердцем системы будет все тот же контроллер ESP32 vroom, про который я уже столько рассказывал. В данный момент у меня на постоянной основе работают три адресных светильника с такими контроллерами, два с 10 метровыми лентами и один на кольцах. Все очень стабильно, что нельзя сказать о ESP8266, у меня они безбожно глючили, пробовал не менее трех разных модулей. К нему будет добавлен электретный микрофон с усилителем Max4466, я его брал на AliExpress, ссылку на магазин оставлю в описании. Но он доступен и в локальных магазинах, это очень распространенная версия. Для сравнения цен, на момент обзора, по ссылке на Али, он стоил 88 центов с бесплатной доставкой. Поставляется он вместе с контактной гребенкой, не распаяны, для меня это даже хорошо, так как провода я планирую паять напрямую к микрофону. Ну и еще раз похвастаюсь своими корпусами для ESP32, спроектированными специально для этого модуля, ссылку на исходник для 3D печати вы найдете в описании. Кроме этого, мне понадобился еще кабель с разъемом для подключения адресной ленты, они обычно идут к ней в комплекте, провода для микрофона и тестовый отрезок ленты на 60 диодов. Перейдем к схеме подключения. Хотя все очень просто, я все равно расскажу все максимально подробно, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Сам процесс спайки, который любят показывать некоторые блогеры, я показывать не буду, не вижу в этом смысла, если вы хоть раз в жизни держали в руках паяльник, то без проблем справитесь. Так подключается кабель от разъема адресной ленты, он трехпроводной. Красный, это плюс питания, припаивается к контакту Win, на схеме он слева внизу. Сразу возле него общий контакт GND, к нему припаивается минус белый провод. Зеленый провод для передачи данных подключается к контакту D2, на схеме он с правой стороны. Эту схему я уже показывал ранее, но теперь к ней добавляется микрофон, у него тоже три контакта, питание и для данных. Питание ему подходит от 2.4 до 5 вольт, поэтому его легко взять от самой ESP. Контакт VCC на микрофоне плюс питание подключаем к контакту 3v3, а общий GND к аналогичному на модуле, благо он дублируется и с другой стороны, рядом с плюсовым. А контакт OUT нужно подключить к контакту D35 на ESP. Я использовал ту же цветовую дифференциацию проводов, красный плюс, белый минус и зеленый OUT. Этап 1. К модулю припаян разъем для адресной ленты, к микрофону провода которые нужно подключить к модулю. Этап 2. Все в сборе. Микрофон пока оставлю так, потом может придумаю как сделать красивее, а может так и останется. Прошивать модуль можно прямо из браузера, дополнительный софт ставить не надо, ссылку на эту страницу вы найдете в описании. Нам нужна специальная версия VLED Sound Reactive. Далее следует запрос на подключение к последовательному порту, надеюсь все догадались что ESP32 должен быть подключен к USB порту компьютера. Далее появляется меню выбора действий, нам нужно выбрать первый пункт Install VLED SR. Текущая прошивка модуля будет стерта, поэтому следует еще один запрос, уверены ли мы в том что хотим сделать. Вполне, запускаем процесс. Прошивка занимает около 2 минут, тут просто ждем завершения. Если все сделано правильно, то в конце нас порадует вот такое окно, с сообщением о том что прошивка прошла успешно. Далее настраиваем Wi-Fi сеть. В этом диалоге это удобнее, чем подключаться напрямую к модулю через его точку доступа. Все настройки закончены, теперь можно заходить на интерфейс контроллера и добавлять его в Home Assistant. На первый взгляд интерфейс этой версии точно такой же как и обычный и по большей части это так и есть, так что кто с ним работал, все будет знакомым. В меню настроек появился новый пункт Sound, вот он то нам сейчас и нужен. Тут есть пункт с номером аналогового пина, указываем тот, к которому припаян контакт аут микрофона 35. Остальные пункты. Верхний это шумоподавление, по умолчанию 10 я его и не трогал. Далее усиление по умолчанию 40, что соответствует значению 1 к 1. Единица это примерно 1 двенадцатая от исходного, а 255 максимум, усиление в 6,5 раз. Тут можно поиграться в зависимости от конкретных условий расположения микрофона относительно источника звука. Аналогично с вкладкой автоматического контроля усиления, он по умолчанию выключен, просто посмотреть будет ли в каком-то из режимов лучше. На странице настроек LED, включаем ограничение по току. Если питание подается через сам ESP32 по microUSB, то ток не должен превышать 2000 мА. Если напрямую на ленту, контроллер с микрофоном в таком случае будут получать питание от нее, то в зависимости от мощности блока питания. Порядок расположения цвета, по умолчанию стоит зеленый красный синий. Проверяем на эффекте Solid, выбираем эти цвета на палитре, они должны соответствовать тем что светят на ленте. Если перепутаны, то меняем на нужный порядок. Чуть ниже устанавливаем количество диодов на подключенном светильнике, это надо для корректной работы эффектов. Сейчас у меня подключен метровый отрезок на 60 диодов. В разделе Defaults тут есть чекбокс отвечающий за включение светильника при подаче питания. По умолчанию он включен, и светильник будет включаться на эффекте сплошного света желтого цвета. Я его всегда отключаю, а в автоматизациях передаю нужные параметры свечения. В остальном управление аналогично обычной прошивке, за тем исключением, что в списке эффектов добавились дополнительные отмеченные знаком с нотой. Это значит что они работают от микрофона. Принцип их работы такой же как у обычных. Эффект это алгоритм по которому активируются диоды. Он имеет свои настройки отвечающие за скорость, насыщенность, в некоторых есть чувствительность. Большая часть эффектов используют цвета выбранные на палитре, некоторые предустановлены без возможности изменения. Обычные эффекты тоже есть, в данном случае тут все совершенно аналогично как на обычной прошивке. Вы получаете все то же самое, только с возможностью выбора света музыкальных эффектов. Никак не отличается и добавление в Home Assistant, используется штатная интеграция VLED, для которой нужно указать только IP адрес контроллера. Вот так выглядит страница устройства. Тут есть множество настроек, от выбора палитры цветов, скорости, интенсивности эффектов, до чисто технических типо синхронизации, обновления прошивки и перезапуска контроллера. Эффекты находятся в меню светильника, кроме обычных тут есть и звуковые. Это позволяет например, синхронизировать колонки и адресные ленты в светомузыкальном режиме. 1 2 3 Проверка микрофона, реакция на голос 1 2 3 Дальше я к сожалению не могу запустить оригинальный звук, так как YouTube может заблокировать видео за нарушение авторских прав. Но суть в том, что микрофон реагирует на звук и управляет адресной лентой, для чего нужно выбрать один из светомузыкальных эффектов. Включаем музыку и светильник начинает на нее реагировать. Эффекты, их точечные настройки, палитру подбираем на свой вкус. Можно подумать над автоматизацией их подбора под трек который воспроизводится в данный момент. Выключаем и светильник гаснет. Я наверное заменю контроллер, который я раньше поставил на этот светильник на тот, что сделал сейчас с микрофоном. Он кстати и стоит возле google колонки. На ленте тоже выглядит прикольно, особенно если она будет установлена по всему периметру комнаты. Получится настоящая дискотека. Причем все обычные функции светильника тоже останутся. На этом все. Надеюсь что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылки на все устройства и аксессуары, что были показаны в видео. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграмм канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы, присоединяйтесь будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира.